Ни мороз, ни метель не испугали участников соревнований «Лыжня России-2021». Эти традиционные состязания прошли в минувшую субботу на окраине Твери. Причем для того, чтобы выйти на лыжню, некоторые спортсмены приехали даже из отдаленных муниципалитетов Верхней Волжья. Второй год подряд «Лыжня России» проходит в крайне непростых погодных условиях. Правда, если в том году снег пришлось чуть ли не со всей области собирать, чтобы укрыть трассу, то в этом году, наоборот, природа с лихвой решила вернуть должок. Метель, пурга. И тем не менее, несмотря на такие условия, очень много спортсменов самых разных возрастов все равно пришло сюда и встало на лыжи. Всего на это заснеженное поле, на окраине микрорайона Южный, прибыло около 2300 любителей спорта. Причем далеко не все из них жители областного центра. Специально для участия в региональном этапе «Лыжни России» сюда приехали представители многих муниципалитетов Верхней Волжья. Арина Валуева вместе со своими одноклассниками несколько часов добиралась из Белого. У нас в школе это очень распространено, в городе частенько катаемся, проводят много очень соревнований. И просто в свое свободное время тоже катаемся на лыжах. Вот скоро наш старт. Надеемся полностью пройти его. Какую дистанцию по их жите? Два с половиной километра. Перед началом соревнований участникам слова поддержки высказали представители органов власти, а также именитые спортсмены. Приветственный адрес от главы региона Игоря Рудени зачитал заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Емельянов. Сегодня в очередной раз мы показываем характер, волю, стремление к победе. Поэтому всем желаю искренне успехов, удачи, здоровья и сегодняшний побед, конечно. Как и в предыдущие годы, программа соревнований «Лыжня России» включала в себя гонки на 1, 2,5 и 5 километров для разных возрастных категорий. А также семейные старты, забег без галстуков. Дан старт первому забегу юноши 2003-2001 годов рождения на дистанции 2,5 километра. Первым победителем стал Арсений Кузнецов, выигравший состязание на дистанции в 2500 метров. Это отличное массовое мероприятие с музыкой, танцами и, в принципе, с хорошей атмосферой. Поэтому я выхожу каждый год и бегу эту замечательную гонку. Что можно сказать о нынешних погодных условиях? Ну, они как бы укрепляют дух спортсмена. То, что если ты вышел, ты уже, можно сказать, победитель для себя. Также в этот день победы на своих дистанциях одержали Ксения Федосеева, Евгений Пешин, Надежда Дамаскина, Сергей Моряков, Светлана Ефимова, Давид Бегларян и Ирина Микешина. Все призеры получили памятные подарки. Хотя, как они отмечали после финиша, гонку, прошедшую в таких непростых погодных условиях, они точно не забудут никогда. Продолжение следует...